дмитрий александр здравствуйте вот мы до вас добрались уже видели первые сюжеты здравствуйте здравствуйте приветствует и кто первый добровольец а кто первый добровольец ну сначала надо ну садись вячеслав давай а я поснимаю пока давно на велосипеде не сидел а ничего тут много медных проводов это просто крышка еще не закрыта не я понимаю я имею ввиду не дорогой в производстве получается намного дешевле чем магнитный намного дешевле чем на порядке самая дешевая машина которая можно на сегодняшний день придумано это синхронная машина самая дешевая дама дешевая производства дешевле нет мы с вами сделаем такую вещь это соответствует скорости 10-50 км в час 250 км в час сейчас садитесь больше не садись 2215 и ручку на себя и поехали на себя и поехали единственное в огороде первый в истории человечества первый в истории синхронный мотор колесо смотрите эту штуку чтобы я там так рассказывать в чем уникальность этого изделия сегодняшнего дня считалось что невозможно создать мотор колесо высокомоментно с небольшой подрессоренной массы до сих пор все двигатели подобного класса делались либо коллекторные делались либо с использованием высококороцитивных магнитов постоянных значит вся все производства сейчас те модели которые представлены на рынке они все содержат высококороцитивные магниты с использованием редкоземельных материалов вот но они у нас в отечестве не производятся все это покупно на этот единственный патент на чистый на сегодняшний день полностью отечественный тот который можно производить в российской федерации аналогов пока что в мире не существует сейчас посмотрим и он 28 числа уедет в германию там еще в германии вот люди говорят почему германию германии во первых там есть несколько производителей контроллеры но контроллер они самообучающиеся поэтому там у них подружим чтобы же люди было уверенность что они могут использовать не один контроль ряд контроллеров с этим двигателем чтобы была возможность выбора это первое второе это то что почему-то нашим специалистам не доверяем у нас и еврожопы вот этот евролюбов они очень обязательно чтобы кто-нибудь убежает и так далее не верят ну потому что ну да 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 поэтому там будут проведены независимые тестовые испытания которым мы никакого значения не имеем заинтересованной стороны там нет они выдадут то что не выдадут тогда мы сможем на основании их результаты воспитания ну выложить параметры это колесо хотя изначально ясно понятно что это колесо оно для велосипеда очень мощно это избыточный нет чувствуется избыточная она уже мгновенно набирает скорость когда уже это еще замедленный разгон требуется но профессиональное управление то есть два уже скорость такая что во дворах но все кто на нем ездил это страшно ну да выходит за 60 и чувствует что там дальше мощность да да ехали 85 и 70 километров час еще запас есть но сейчас мощность ограничена возможность у батареи батарея всего 750 ватт час это ничто она ограничивает мощность на уровне 2 и 6 кВт колеса больше не позволяет мы сейчас мы можем вкачивать него 200 ампер в обмотке да но он требует 400-500 ампер для того чтобы реализовать его возможности потому что сколько бы ни ездили на обмотке холодной чуть теплой там до 50 градусов это максимум при любой нагрузке какие перспективы на автомобиль например а вот это как раз и есть прототип мотор колеса потому что у нас сейчас пакет с этим 35 миллиметров все набор железа если поставить 70 это уже будет 40 киловатт 3000 оборотов но соответственно можно поставить 4 колеса это будет 80 киловатт для легкого автомобиля уже очень хорошо это тогда уходит коробка уходит редуктор уходит кардан уходит задний мост как таково все это становится легче много желательно не желание производить в россии вот спрашивают как с вами можно заключить договор о производстве совместно какое ваше видение видение в принципе мы позиционируемся как решение этой проблемы мы не стремимся создать само производство мы планируем использовать уже существующие производства литье на одном предприятии на ногах в другом поэтому ни одного колеса не существует без магнита пока единственное колесо можете даже посмотреть разницу накате вот его чуть-чуть ну на свободно вращается и прощаться достаточно долго да а другие в мертвую зону попадут нет магниты будут давать являться вновь давай я приподниму я начинаю вращать вращаться дальше я понял магниты сопротивляются вращению почему другие производители не дошли до такого технологического решения у них не было славянки совмещенных обмоток вот и все со стандартными обмотками получить такие результаты пока никому не удавалось ага да именно за счет обмоток так мы получаем не за счет обмоток а за счет мышление то есть технологии расчета не пить даже не видела этого что это возможно получать на стандартных считайте не считать и не говори что получать не было теории это не было теории но теория она была но дело каши я на сегодняшний день нигде не видел теории асинхронных двигателей. Сколько бы мне не рассказывали, я говорю, покажите. Открываем справочники, смотрим. Вот формулы, формула, потом бац, данные берем оттуда из этой таблицы, из этой, из практики. Собрали все коэффициенты практические, подставили, а дальше опять пошли считать по формулам. Сквозной теории нет. Мы тут чуть-чуть прикинули, если четыре таких колеса, то это уже можно машина. А ведь мы и планируем в конечном счете машины. Почему? С ребятами сколько занимались, я говорю, надо двигатели уже, которые мы променяли на электромобилях, давайте выпускать. Я говорю, ребят, не надо это делать. Потому что не надо повторять ту идеологию, которая в обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Необходима новая идеология. Они говорят, мотор-колесо невозможно. Посмотрим. А почему говорят, что мотор-колесо невозможно? По какой причине? Потому что большая масса двигателя не подорисована. А вот здесь масса небольшая. Потому что все колесо в сборе 20 киловатт весит 18 килограмм. Вот если мы сделаем 40, оно будет не тяжелее. вот это колесо. Потому что там же стоит ступица, на которой все это стоит. Редуктор, кулаки, мост и так далее. Если вот приведена масса взят и этого, они уже одного уровня. Уже разговор совершенно другой. Тут же вот смотрите, концепция такая. Если вы посмотрите на тот двигатель, у него вращается вот все, да? Вот крышка, корпус, крышка. Все вращается. А здесь он выполнен по другой идеологии. Он консольный. У него одна... Объясните на примере. Покажите. Ну вот, на примере, если посмотрим, видите, вот эта вот часть неподвижна. Да, да. В отличие от того, измассы нет. Не надо их сумаску расстроить. Нет, это если, да, раскручивать. Но вопрос даже не в этом. Дело в том, что она выполнена уже как то колесо сделано. Это вот одноос, на которое садится барабан, в данном случае, с белящей клеткой, а на него уже сажается колесо. Еще больше... Можно ли обойти ваш патент, скажите, пожалуйста? Пробуют сейчас. Сейчас пробуют. Пробуют уже? Пробуют. Все пробуют уже больше года. Там в Роспатенте творится интересное событие происходит. Ну а вы как разработчик, как вы считаете, вам удалось, как Зингеру запонятовать, что отверстие находится на кончике иглы? А вот с мотором могут обойти или ваш патент таков, что невозможно обойти? Пока не удалось. Дальше посмотрим. Ну, надо садиться, объединять усилия. Готовы ли вы рассмотреть народную корпорацию создания микрофинансирования граждан, там массовое акционирование? Или как вы это дело смотрите? Без вопросов. В рябку глобально давлю, можно же создать. Можно, конечно. Пока мы сегодня разговаривали, вот третий раз звонили индусы. Индусы? Так, так, и что хотят индусы? Что не хотят? Выпускать хотят, да? А они откуда прознали? Вы им скинули материал уже, да? А, ну, так. Работаем с ними. Работаем здесь. В этом направлении, да. В скейдэ китайцы приедут тоже работаем. У них на сегодняшний день в эксплуатации уже больше 140 электровелосипедов. 140 миллионов, миллионов. Электровелосипедов? Электровелосипедов. У них есть рикши, тэптуки. По шесть человек в воздух, да? Им нужны именно вот подобные моторы. Почему он таким и был сделан мужчиной. Поэтому вот для индусов, для китайцев это представляет интерес. И они не занимаются болтовыми, как наши. Тесла уже... Было неприятно с Теслой. Значит, устроили пробег Киев-Монте-Харло в поддержку Украины. И Одессит выставил Запорожец с нашим двигателем. Ну, как в анекдоте, 600-й Мерседес и Запорожец. И марафон устроили. Два этапа, результаты были аннулированы. Потом Запорожец приходил на этапы, там уже не было зарядки. Но, тем не менее, он до финиша доехал. Финишировали напротив дворца принца Альберта. Принц Альберт заглянул под капот. И все. После этого автобусом ударили нулевую машину, ударили Теслу и ударили Запорожецем. Они надеялись, что он там останется и на автосервисе они смогут посмотреть, что же это за дива, которая едет не хуже Теслы, а пробег еще и больше. На одной зарядке. Но там наши партнеры к ним загнали просто и никому не дали в эту машину забраться. Поэтому вот вам и соревнование с Теслой. У Тесла водяное охлаждение, жидкостное охлаждение, у Запорожеца воздушное. И Запорожец уделан. Причем Автор этого Запорожеца его сделал за месяц. И вот корпорация Алана Макса, 32 миллиарда капитализации, и простой парень, который там своими руками сделал, и сделал Алана Макса. Ну так на всякий случай, да? Получилось как в анекдоте. Скорость, стимулируем скорость. Такая нас пользула в этот раз. На разгоне за 90, когда я догонял его, потеряем на 85. Ну мы видим, что наш товарищ на китайском колесе отстал далеко-далеко, его даже нигде и не видно. Это игрушка с претензией на очень серьезный агрегат, который испортит репутацию любому зарубежному аналогу. Профессиональному и серьезному. Вообще, при оптимальной загрузке этого двигателя, это готовая конструкция для автомобильного мотор-полеса. Да, мы это как раз говорил Дмитрий Александрович, что для автомобиля. Ну да, вот направление развития лаборатории «Глобальная волна», дорогие друзья, делать автомобили на мотор-колесе. Да. Вот Владимир Владимирович прокатился на ее мобиле, и все, и заглох. Хотя специалисты говорили, сколько там они ввалили, 20 миллионов или 200 миллионов? И не пошло, не пошло. В ее мобиле не было двигателя. Мы с ними пытались сотрудничать, предлагали нашу разработку. Ну, они пошли к тебе к Десне, в тех же самых. Ну, в общем-то, я думаю, что проект скорее был политическим, чем коммерческим. Да, да. Это основная причина, на которую он не пошел. Можно было все сделать. Ладно. Всеволе. Всевышнего. Всевышнего. Имен у него много, но лик у него один.